Всем привет, с вами Сад Машика и мы будем наконец-то обозревать стримчанский под номером 102. Посвященному было касательно вопроса звука варфрэма, то есть всякие там музыка, звуковые эффекты. Вместо обычной нашей компашки разработчиков там даже сидела вот эта команда звуковая. И давайте посмотрим, что они там мутили числа 1 декабря. Ну и вообще, касательно всего этого стрима, там пробовали опять твичдропы, которые непонятно как работают. В частности, раздавали фейерверки, поэтому если у вас на стриме не было, вы особо ничего не пропустили. Также разработчики организовали тест-опрос для людей, которым не безразлична будущей игры. То есть вы можете оставить оценку по тому, как вы чувствуете по обновлению, каково там от 0 до 10. Поэтому заходите, там даже русский перевод есть. В общем, смотрите, на ваше усмотрение. Не обязательно за это ничего не дают. Также на DevStream был опрос в реальном времени на Твиттере, где голосовали, какой из следующих Пакованов Октавии выйдет в игру. Ну, то есть, по крайней мере, Октавия, языковый стрим, как же это одно без другого. Выиграл Пакован EDM. Поэтому вот эти вот звуки появятся у нас в следующей версии игры. Там еще были типа хип-хоп, всякое остальное. Ну, в общем, EDM у нас теперь будет все это дело. Также, касательно Праймов, нам сказали, что 12 декабря уже официально появится новый Прайм. Почему-то молчат, что это будет Миражка. Сказали только, что 12 декабря Гидрач уйдет и появится новый Прайм. Такая дичь. И хранилище, касательно хранилище. Хранилище откроется. Но не в этом году. Откроется в январе. Соответственно, там появятся три фрейма. Предположительно, это будет Эмбар, Фрост и какой-то совершенно новый Warframe. Хотя на этом Девстриме не сказали перечень, я помню просто с предыдущего Девстрима. Но суть в том, что из хранилища у нас идет три фрейма и будем фармить. Суть в том, почему перенеслись декабря на Эдварь, чтобы не пересекались новый Прайм и, соответственно, хранилище. Ну, собственно, бабосики. Они так сказали, бабосики будете тратить. Также, что у нас интересного. В основном были вопросы касательно звуков. Например, там звуки как Гару создавали звуковые эффекты. То есть, там была вокализация, девушка орет, по стеклу пальцами ерзают, тарелки бьют. В общем, цианская свадьба какая-то. Понятно, занятно, но особо комментировать тут нечего. Также был вопрос касательно того, если в игре поддержка звука 7.1. Сказали разрабы, что вроде как работает, но как-то допилить можно. Поэтому, если у кого там суперзвуковая система, можете подключать 7.1. Вроде как звук со всех каналов идет, но может быть и лучше на это все дело. По поводу Кхоры совершенно ничего неизвестно. Кроме того, что звук в разработке, как самый Кхоры, так и каковато. Поэтому будем смотреть. В принципе, работа ведется. По поводу того, выйдет ли в этом году, вообще непонятно. Скорее всего, в этом году Кхора не выйдет. Ну, посмотрим. Надежда умирает последней. Из интересного, также нам сказали разрабы, что возможно в орбитре у нас появится музыкальный ящик. Где можно будет прослушивать различную музыку из самой игры. То есть, не из различных дирекций игры, папок и так далее. А именно музыку из игры. То есть, вполне так неплохо. Заходишься на кораблик там, находишь этот джекбокс, запускаешь любимую музычку и ходишь себе. В принципе, очень полезная идея. Также у нас была тема касательно того, как разрабатывали звук троллистов. Сказали разрабы, что записали китов, поменяли и получились троллисты. И, в частности, когда речь об этом зашла, сказали, что будут две вариации троллиста. Ну, собственно, как я и раньше говорил. Первые будут появляться при дожде, когда антисляции будет дождь. То есть, будет такой заряженный троллист. А второе будет просто большой. Непонятно, что надо исполнить, чтобы большой появился. Может быть, рандом. И все. Записывают звуки. То есть, я не думаю, что в ближайшем будущем появится этот троллист. Потому что разрабы еще сами не уверены, как они там будут реализовывать эти звуки. Поэтому будем смотреть. И, касательно дождя. Дождь в игре добавлен. То есть, есть и соответствующие визуальные эффекты, и звуковые эффекты. Дождь идет как днем, так и ночью. Поэтому, в принципе, очень даже четенько. Очень даже нравится. Можно посмотреть. Касательно дождя. Левопытный факт. Если вы будете рыбачивать при дожде, то будет повышенный шанс появления рыбы. Особенно рыбы под дождем ловиться не будет. Просто рыбы будет больше. Также планируется добавление в игру различных опций звуковых. Потому что нам все-таки нравится. Там понажимать, что-то отключить, что-то вырубить. Хороший пример. Это можно отключить звук метаккорда. Слава богу. Но, в целом, планируются и другие усовершенствования, которые помогут нам непосредственно в игре. Например, когда по вам будут стрелять. Чем меньше у вас хп остается, тем более будет приглушенный окружающий звук вокруг вас. Прямо еще не хп счетов. И также усиливаться будет звук попаданий по вам. То есть вы явно будете понимать, что, в общем, дело дрянь. И также при встрече с врагами, эмбиент музыка, то есть вот эта окружающая атмосфера, она будет пропадать. И вы будете слышать музыки боя. Ну и при этом будет музыка следующая боевая. Но эмбиент музыка должна пропадать. Так что разработчики сказали, что это вроде динамичной изменения звука. Пока что в этой игре не введено, но на самом деле очень классное нововведение. Почему бы и нет. Так, дальше у нас, что у нас было? Нам показали жирного гуля. Которого в прошлый раз на D3 не показали, как он есть. Просто показали, что вот заброски и все. В принципе, выглядит довольно-таки мерзко. Что-то там у него когти, что-то он такой ага. Ну и все, вроде даже комментировать как-то нечего. Хмырь есть хмырь. Также показали нам дробовичок Тена. У него есть уже и звук, и анимация. Вероятно, даже есть, наверное, какие-то статы. И, может быть, в этом году все это дело появится. Кстати, по поводу дождя тоже, скорее всего, в этом году. Может быть, на следующий день, но это совсем не точно. Так что у нас там дальше? Раздрабы также знают по поводу краши на консолях. Кто не знает, есть такие случаи, когда вы заходите на консолях на равнины Далона. А там операция началась, Чумная звезда. И у них сразу же крашивается игра. В общем, разработчики фиксят это все дело. Следующий вход фиксит, и по идее должны разобраться. Также разрабы из звуковой команды нам сказали, что возможен ремастер старых звуков. Потому что он все-таки некоторым звукам где-то 5 лет, потому что игра уже в разработке. Это с 19-го года, и поэтому разрабы могут вернуться к старым звукам, к старому оружию, и переделать это все дело. И последнее, что стоит отметить, это то, что разрабы несколько задачны той задачей, чтобы каким-либо образом реализовать в игре мод, который уменьшает шумность оружия. То есть, если есть оружие, можно поставить в него мод, и оно становится бесшумным. Либо же шумным до определенной степени. Вот, если вы пихаете этот мод, то визуально, ну аудио-визуально, это никак не влияет на оружие. Но, возможно, это как-нибудь реализует в игре, что оружие будет либо тише, либо как-то так. Но при этом разрабы сказали, что они не хотят просто уменьшать громкость, потому что боятся, что так оружие будет чувствоваться менее могущественным или сильным. Так что, такие дела. В принципе, даже и рассказать больше нечего. Соответственно, там то ли картошка, то ли катализатор у нас есть на всех платформах. Ждем 19 декабря на Vprime. А так все. Так что, я не знаю. Я вот давайте оставлю вам еще немножечко после этого видосика. Звуковые эффектиков, которые вы можете послушать. Потому что этот стрим в основном был касательно звука. Если вы ничего не услышите, понятное дело, не говорить ни о чем. А так, касательно геймплея, единственное, что вот дожди, терролисты, новые праймы и все. Вот такие дела. Поэтому этот видосик достаточно коротенький. Надеюсь, он вам пригодится. Приятно вам послушать ту дичь, которая там происходит. Всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...